Добрый день. Я Александр Покусов, обозреватель телеканала CCTV Русский. В Пекине я две недели. Две недели я в статусе Лао Вая. Именно так китайцы называют всех иностранцев, которые прибыли сюда, в Поднебесную. Я расскажу о том, какова жизнь в Пекине Лао Вая, и, может быть, о самых популярных мифах и заблуждениях, которые в России ходят о Китае. Начнем. За моей спиной здание CCTV, Central China Television. Здание впечатляет. 53 этажа. Здесь расположились около 10 телеканалов. Наш офис CCTV Русский на 33 этаже. Работать здесь хорошо всем, наверное, кроме тех, у кого боязнь высоты. Поначалу вид из окна немного пугает. В первый день после работы я отправился за китайской сим-картой. Мне нужен был быстрый интернет. Цены вполне вменяемые. В переводе на российские деньги сама карточка обошлась 450 рублей. Еще 300 рублей. Абонентская плата за 4 гигабайта трафика. Наконец-то я получил китайскую карточку. Когда я ее выбирал, мне предложили разные варианты телефонных номеров. Я очень удивился, потому что не было свободных номеров, где были бы цифры 8 и 6. 8 у китайцев означает благосостояние, 6 – успех. А я попросил телефонный номер примерно такой же, какой у меня был в Москве. Там есть цифры 7 и 4. 7 у китайцев особенно ничего не обозначает. А вот 4 очень похож на китайский иероглиф «си» – смерть. Но не будем об этом. Как только я поставил китайскую сим-карту, у меня появилось новое преимущество – велосипед. В Бикини более миллиона. Их еще называют новым китайским чудом света. Пользоваться очень просто. Я скачал приложение. Сканирует сейчас. Что? Велосипед готов к поездке. И самый большой плюс, что, в отличие от Москвы, я не должен брать велосипед на специальной парковке. Я могу взять его где угодно и в любом месте поставить. Поехали. Экстрим! Приходится быть ловким и уворачиваться между велосипедами и машинами. Нелегко. Ну что ж, в целом нелегко, но можно привыкнуть. Хотя все едут такими расслабленными, а я постоянно вжимаюсь в руль. Боюсь кого-то сбить. Ну вот, удобно. Благирую велосипед. И все, мне буквально 30 секунд до метро. Пошел. Я очень боялся, что пегинское метро для меня станет как китайская грамота. Оказалось, все не так страшно. Вы видите, все, как раз, адаптируется на английском. Все четко, понятно. И главное, невозможно упасть с платформы. Здесь такие огромные стеклянные панели, которые предотвращают любой вариант падения на рельс. Цена поездки в пекинское метро от 27 до 90 российских рублей. Это зависит от дальности маршрута и количества пересадок. Первое, что удивило, пекинцы редко пользуются телефонами китайских брендов. В основном у всех айфоны, причем последних моделей. А я еду в самый центр Пекина, на площадь Тяньаньмэнь. Очередь на площадь Тяньаньмэнь по местным меркам даже небольшая. Учитывая, что сама площадь отмечает 600 тысяч человек. А чтобы пройти на нее, нужно предъявить паспорт или любой другой документ. Все серьезно. Сначала я долго не мог понять, почему здесь все хотят со мной сфотографироваться. Мне объяснили, я оказывается похож на Ленина, а здесь в Китае его очень уважают. Ну ладно, Ленин так Ленин. И вновь продолжает с тобой, и сердце тревожит от любви. И Ленин, молодой, молодой, и юрий, оттенк, и реви. И Ленин, молодой, молодой, и юрий, оттенк, и реви. Отыграв Ленина, я направился в Храм Неба. Считалось, что у императора Поднебесной божественное происхождение. И только он может молить небеса о процветании своего государства. Неожиданный момент. Если вы решили посмотреть классические достопримечательности Пекина, Храм Неба, летнюю резиденцию или запретный город, готовьтесь к тому, что ни один храм внутри вы посмотреть не сможете. Все, что вы увидите, это спина туристов, которые пришли раньше вас, и массивное ограждение. Китайцев можно понять. Храм Неба ежегодно посещает более 9 миллионов туристов. А ведь раньше даже император приходил сюда только один раз в году, чтобы принести жертву Небу. Но одними впечатлениями сыт не будешь. Ближе к вечеру я решил узнать у местных, где же здесь можно перекусить. Под вечер, наконец, я сообразил, что нужно сделать для того, чтобы меня начали понимать. Я поставил приложение, приложение, которое переводится с русского на упрощенный китайский. Итак, здравствуйте, я хочу полкило бананов, я очень голоден. Работает? Это отлично. Это отлично. Меня, кажется, поняли. Сейчас пойдем взвешивать. И, кстати, как любой поти лао вай, я должен быть вежливым. И принято любой предмет, даже деньги, передавать двумя руками. Вот тогда это будет правильно. Можно также изучить для начала хотя бы два слова. Нихао, здравствуйте и спасибо. Ну вот, какие-то успехи первого дня уже есть. Так что можно меня поздравить, есть прогресс. Не прощаюсь. Дальше будет еще и сесть. Дальше будет еще и сесть.